Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы с вами продолжим путешествие вглубь веков к самым древним христианским иконам. Помните, друзья, в одной из наших предыдущих передач мы уже познакомились с такими изображениями в катакомбах. Мы узнали, чем росписи в катакомбах отличаются от языческих фресок того времени. А сегодня нам предстоит узнать о первых христианских мозаиках. Все вы, конечно, знаете, что такое мозаика. Это изображение, выложенное из маленьких разноцветных камешков или кусочков цветного стекла. В древности мозаикой обычно украшали полы. Но когда закончились времена гонений, и христиане смогли строить уже величественные храмы наподобие царских дворцов, мозаика стала украшать не только полы, но и стены. Но если для пола использовали обыкновенную разноцветную дольку, то для мозаичных икон пришлось применять совершенно другой материал – смальту. Что же такое смальта? Это, ребята, небольшие кусочки специально окрашенного стекла. Из них-то и выкладывают мозаичные иконы. Дело это очень сложное и трудоемкое. Ведь кусочки немного, но все же отличаются друг от друга и по форме, и по размеру. Каждый из них укреплялся немного под углом к соседнему кусочку. Именно от этого поверхность мозаики получилась не совсем ровная. И мозаика мерцала и переливалась разными всевозможными оттенками. Сегодня мы увидим с вами одну из самых древних мозаик. Ей уже более полутора тысячи лет. Это мозаичное изображение из мавзолея Галлы, Плацидии, в итальянском городе Равенне. Называется эта мозаика «Добрый пастырь». Здесь изображен сам Господь наш, Иисус Христос. Изображен как пастырь, пастух. Помните, ребята, мы уже говорили с вами, что во времена гонений такие символические изображения очень часто встречались. Мы видим, что Христос сидит в саду. Сад – это символ рая. В руках у доброго пастыря – крест. А овцы, которые окружают Спасителя, – это тоже символ. Это души праведников, верных овец Христовых. Как можно узнать, что перед нами Господь? Конечно, по нимбу. Обратите внимание, что нимбы впервые появляются именно в этот период, сразу после окончания гонений. Давайте внимательно рассмотрим эту древнюю мозаику. Итак, в центре – Господь. Располагая доброго пастыря таким образом, древний художник подчеркивает его величие и значимость. Справа и слева от него пасутся по три овцы. Но значение Спасителя подчеркивается не только его центральным положением, но и позами овец. Посмотрите, как они повернулись, как они смотрят на него. Сразу видно, что перед нами пастырь, который любит своих овец и защищает их. Теперь, ребята, давайте обратим внимание на манеру художника. Смотрите, как подробно изображены овцы, растения и горы. Почти как на картине. Но фигура Спасителя уже близка к написанному стилю. Здесь нет объемности, нет множества деталей. Но нет еще и утонченности фигур, которые будут на иконах позже. Фигура доброго пастыря отличается мощностью и крепостью. Он изображен в свободном движении. А вот на иконах, какими мы их привыкли видеть, мы этого уже не встретим. Получается, что изображение на этой мозаике как бы переходное от живописного стиля того времени к иконописному. Ведь в нем есть, как мы увидели, элементы и того, и другого стиля. А переход этот в церковном искусстве будет длиться еще довольно долго. И только спустя несколько сотен лет будет выработан строгий иконописный канон, который хорошо известен всем нам. В следующих передачах, дорогие друзья, мы узнаем о других иконах и сами увидим, как происходили эти изменения. Ну а сейчас я с вами прощаюсь, дорогие мальчики и девочки. До новых встреч, друзья! Храни вас всех, Господь!